В Развилковской библиотеке открылась выставка Ольги Гавриловой «Пушистые портреты». Главные герои картин – дикие и домашние животные. Наша съемочная группа застала последние приготовления экспозиции. Небольшие по размеру пушистые портреты в рамах за стеклом аккуратно развешивали на стены. В своих работах автору удалось не только передать красоту и выразительность братьев наших меньших, но и показать, что в каждом звере скрываются неподдельные эмоции. Очень хочется передать этот взгляд, который притягивает к себе и манит именно в диких животных. Эта кошка меня поразила на фотографии своим изяществом. Понимая, что у нее происходит процесс, мысль, то ли сейчас она куда-то пойдет, заинтересованный взгляд. Именно такие фотографии вдохновляют. Идея выставки принадлежит заведующей библиотекой поселка Развилка Ольге Колывановой. Меня очень впечатлили портреты животных. И тогда я предложила Ольге организовать выставку ее работ в нашей библиотеке. Ольга согласилась. 20 акварельных картин, представленных широкой публике, были выполнены в рекордно короткие сроки – всего за 4 месяца. Это невымышленные персонажи, у них есть прототипы, но не с каждым героем я знакома, да, а есть фотографии в интернете, наверное, вообще в свободном доступе, когда ты не можешь пройти мимо этой фотографии. Они яркие, они красивые, выразительные, ты понимаешь, что это нужно нарисовать. За плечами Ольги Гавриловой только учеба в художественной школе. Потом увлечение живописью было заброшено на долгие годы. И лишь совсем недавно Ольга решила, что рисование должно вернуться в ее жизнь. Достаточно долго я занималась именно футскетчингом и не ходила никуда больше. Но вот, как оказалось, животное мне интереснее. То есть, все-таки, когда ты видишь, что получается именно живой взгляд, то есть, это не просто застывшая картинка, а когда ты понимаешь, что рисунок удался. Конечно, лучше всего о художнике говорят его работы, но в планах сотрудников библиотеки организовать еще и творческую встречу с Ольгой Гавриловой. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.